всех приветствую на своем канале так мы приехали на дачу ну и по воле случая я проведу здесь всю вот эту неделю скажем так на как это сейчас принято говорить на самоизоляции погода хорошая хотя к сожалению обещают что скоро будет похолодание посмотрим что в теплице неделю назад я посадила тут лук посмотрите вот уже лук начал сходить вот он нет это не лук это трава это трава но тем не менее так это кто у нас такой мальчик тут пришел красивый пока один лучок я вижу зашел сейчас посмотрим так в теплице фокусируйся 24 градуса теплица стояла закрытая поэтому она хорошо прогрелась моя клубничка участок сухой все хорошо просохло жимолость продолжает распускаться не знаю если будет похолодание чем это грозит смородина черная вообще вся уже распускается конечно если завтра будет еще тепло то надо постараться успеть обработать так это черешенки чеснок уже посмотрите чеснок уже все зашел дружными рядами зашел так а вот здесь у меня посажен щавель тоже уже начал сходить малина отлично перезимовала замечательно так вот на клумбе в центре уже начинают сходить лилии а вокруг них я обычно просто высаживаю ну или высеваю однолетники нарциссы тюльпаны уже вовсю пошли нарциссы просыпаются здесь у меня посажена гортензия фантом рядом с пирея это бузина черная варигатная форма так тоже не все хорошо это чубушник так это моя хвойная клуба замечательно перезимовала желтая туя просто прекрасно в принципе все растения хорошо перезимовали про свою клумбу я делала уже отдельное видео ссылочку я оставлю наверху кому интересно про состав растений который у меня растет вот барбарис барбарис сорта кобольт это лапчатка желтая так вроде все ничего мой розарий не знаю честно говоря что делать обещают опять похолодание пока еще не решила точно буду ли я его открывать хотя хотя уже хорошо бы тоже обработать розочки ну замечательно перезимовали все зеленое все зеленое все живое так вот здесь вот у меня два пузыря плодника здесь у меня два пузыря плодника один с желтой листвой а второй такой темно-красный red baron хотела я посадить сюда пузыреплодник diablo но что-то нигде его не нашла в продаже но red baron он абсолютно ему не уступает по своей красоте и есть у меня идея подсадить сюда еще третий с какой-то другой окраской листвы так а вот у меня тут растут три сирени тоже уже все на почках вот эта сирень самая старая раньше она у меня росла в другом месте но потом я пересадила сюда и кстати ей здесь больше понравилось а вот эти две сирени вот это вот и вот это это мне дали соседи в прошлом году и также они прекрасно перезимовали все я смотрю замечательно это черноплодная рябина или арония так ну вот мои туи просто замечательно перезимовали вот на этой туи у меня каждый год бьют гнезда маленькие птички в толще сейчас посмотрим пока жильцов не наблюдается пока все свободно надеюсь что прилетят здесь у меня клумба с пионами и вот сходит тоже тюльпанчики тут вновь посаженные а по бордюру уже несколько лет назад посажены причем я их не выкапываю они растут здесь уже несколько лет так вот еще хочу показать я привезла чтобы высадить каштан он конечно уже весь распускается надо сажать срочно далее сейчас кизильник кизильник я буду высаживать на хвойную клумбу и вот она сейчас покажу смотрите моя коника которая из перекрестка она конечно себя прекрасно чувствует вся зеленая также я буду высаживать на хвойную клумбу клематис а вот еще один клуматис что-то пока я его не вижу пока не видно но я надеюсь все таки он попозже проклюнется возможно еще рано возможно надо разокучить чуть-чуть потому что я сделаю ему окочку осенью ну а это княжик соответственно который зимовал без укрытия ага и вот я тут тоже вижу у него уже есть почки посмотрите посмотрите так ну вот я расставила свои растения понику я думаю что я посажу между горной сосной и желтой туи так как желтая туя растет вверх горная сосна растет очень медленно они не будут другу другу мешать а кизильник я помещу также между горной сосной и шаровидной туи он будет расти подушечкой ну в принципе его можно подстригать насколько я знаю и сдерживать тем самым так теперь осталось определиться с местоположением каштана так а насчет каштана я вот думаю посадить его вот сюда вот куда-то рядом со столом потому что солнце садится там и вот тут постоянный солнцепек и хотя бы вечером он в перспективе будет давать тень поэтому за столом будет более комфортно сидеть вот посмотрите еще раз конечно он уже полностью тронулся в рост и надо сажать надо сажать ну что я и сделаю обязательно на этой неделе здесь у меня ива хакура мишики тут рядом с ней такое достаточно тенистое место и возможно куда-то сюда я подсажу еще ордодендрон который я купила так это это вишня тоже замечательно перезимовала это груша малина сорта кумберленд тоже уже посмотрите распускается это желтоплодная малина сорт золотые купола это ремонтанный сорт поэтому каждую осень я ее обрезаю практически под 0 ну и потом она соответственно отрастает так ну вот яблонька вообще у меня три яблони одна антоновка и две мельбы вот это вот мельба замечательно теплая зима в этом году поспособствовала тому что все отлично перезимовала вот еще одна вишенка она уже давала у меня урожай так а вот на вот этой грядке я сажаю гладиолуса то есть у них есть уже постоянное место вот антоновка вот антоновка ежика своего нашел и играешь да пошли так вот это вот у меня барбарис еще один кажется golden ring если я не ошибаюсь это с переигрывшаем хорошо сегодня очень тепло даже не хочется уходить с улицы ну как всегда когда только приезжаешь вот сразу себе определяешь фронт работ работа конечно полно сначала не знаешь за что хвататься но потом как-то постепенно уже все в голове укладывается и просто надо начать на этом я наверное буду прощаться всем здоровья хорошо провести свое время возможно многие тоже проведут его на дачах поработают всем до скорых встреч